Укатался трассу Шняк, она просит Ванечка каждое утро. Всем доброе утро, я опять проспала, начну сейчас собираться на работу. Мои у нас всегда первое завтракает, водичку ей включи, кушать ей положи, да, а потом уже все остальное, с таким аппетитом кушает. Моя каша уже закипает, еще я поставила водичку, буду варить урвишель, скорее всего, не знаю, рожки или шпагетти, или на шпагетти. Так, каша закипела, переливаю, чабанон я уже нарезала. Сейчас я буду кушать, и сегодня я не буду слишком сильно долго заморожила, собираться. Я просто накрашу ресницы, расчешу волосы, вот, не знаю, минутка нытья от меня. Я, короче, каждое утро в последнее время просыпаюсь, супер жесть, какая разбитая, не знаю. Хотя я ложусь спать, в принципе, полдвенадцатого, встаю в семь, двенадцать. Но все равно ощущение такое, как будто ты гулял всю ночь, и тупо вообще почти не спал, или поспал там один-два часа. Не знаю, скажите, кто в курсе, такое со всеми происходит, кому тридцать плюс, да? Ну, не знаю, ощущение реально, как будто ты такой помятый и тупо рассыпаешься, а приходишь в состояние гармонии и нормы где-то к обеду только. Это так странно. Я решила сделать все-таки шпагетти. Сейчас закину, они быстро проварятся, и все. Я, короче, вот этот спонсор самых простых, быстрых и совершенно ненаврешных рецептов. Блин, не знаю. У меня иногда есть настроение приготовить что-то сложное, прикольное и вкусное, но это желание возникает очень достаточно редко, и когда у тебя достаточно много времени. Я уже сварила мармешель, добавила туда сливочное масло, перемешала, ну и все, в принципе. Собрала себе судок, я буду обедать вермишелью и биском, который я вчера жарила, и сделала типа салата, я туда нарвала листья шпината, нарезала помидор и огурец. Приправлять и солить я не буду, в принципе, в этом нет смысла. Помидор пустит сок, оно все там перемешается, перекалашматится и будет так же само, и практически нет разницы, если я туда добавлю еще масло. Олегу я нарезала огурец и помидор, он потом, когда будет обедать, себе возьмет, насыпет мармешельку и возьмет там пару битков, там 2-3 штуки. Сейчас, короче, включили тревогу, и на самом деле, когда вот ты ее слышишь, реально такое, не знаю, не могу передать ощущение, не то что тебе страшно, но внутри такое чувство опасности, короче, возникает, как будто что-то может случиться. Мы увидели голубя, смотрите, на это хищница. Да, и у нас нет окна, потому что оно выпало. Тревога еще не закончилась, я подождала максимально долго, как могла, но мне нужно ехать на работу, поэтому я вышла, иду к маршрутке. Не могу описать мои ощущения, это просто неописываю ума то, что творится внутри, когда ты слышишь, что тревога. Вот, а еще на улице идет дождь, маленький, мелкий, а я не взяла зонтик, потому что я смотрела в окно и думала, пасмурно, надо взять зонт, потому что будет дождь, а потом думаю, возьмешь, а дождя не будет, и только протускаешь его, он такой тяжелющий. Ну, в итоге получается, как всегда, берешь зонт, нет дождя, не берешь зонт, идет дождь. У меня сегодня такое тревожное состояние, потому что целый день тревоги, и очень сложно описать, что ты ощущаешь, хотя не очень сложно, это капец как стрёмно все. Ну вот. Короче, сейчас меня Олег встретит, я уже еду домой, и мы с ним хотим немножко пройтись, прогуляться по райончику. Мама намутила нам бензин. Да. Притащила 20-литровую канистру. Сами доставайте свою 20-литровую канистру. Давай, вытаскивай. Ага. А вот это вот на столеечке. Бензинчик. Канистрочка. Наконец-то. Как она открывается? Вверх, да? Да, да. Точно вверх? Ну, не знаю, честно говоря. Может надавить? Не знаю. А, ну, логично шли сюда, правильно. Костянка, потому что... Не заржавело, да. Там могут... Не заржавело, а из-за температуры. Тени. 20 минут спустя мы наконец-то открыли канистру. Ты пошла уже. Давай, заливай. О! Это уже, можно сказать, домное. Без меня ничего никуда. Ага, ага, ага. Подноси ближе. Прям под этот. И потекунечку. По чуть-чуть. Ладно, скажу. Это уже приятный запах. Заправиться? Да, подъезжайте. Я говорю, цена на это. На табло. И какая цена была? 70 гривен. 70 гривен. 70 гривен. Накормили нашу ласточку. Наконец-то. Пушпак. Мой ужин на сегодня совершенно не отличается от обеда. Котка Алядана же тут как тут. Мэй, не стыдно тебе. Все думают, что у тебя голодом. Мэй, ну кто сразу проводит инспекцию. На. Не хочешь? Не хочешь? Конечно хочешь. Кушай. Такая смешная. На. В общем, всем приятного аппетита.